Дорогие друзья, сегодня продолжаем нашу серию вебинаров относительно волнового анализа и использования его в торговле как основной торговой системы. Скажите, пожалуйста, как меня слышно и видно? Слышно, надеюсь, хорошо, видно тоже. В первую очередь хотелось бы пробежаться по предыдущим темам, которые мы рассматривали, предвидения и торговли внутри дня по волновому анализу. Давайте сначала рассмотрим именно те графики, которые мы с вами черстили, смотрели волны и посмотрим, дошли ли цели, намеченные нами до тех уровней, которые мы предполагали. Обратите внимание, вот график фунта-доллар. На прошлой неделе, находясь в этой точке, также в четверг мы с вами общались, рассуждали на тему, куда же пойдет фунт. Мы нашли первую волну. Вот она, первая волна, вторая откатная. И я предполагал, что движение будет именно до целей 1.42. Первая цель у нас была, вторая цель 1.4060. Как видите, до того момента, пока мы не увидели, что основание первой волны было пробито, мы не знали, правильно ли мы определили первую волну или нет. Потому что наша вторая волна могла бы быть и первой, и то движение, которое мы подразумевали под третьей волной, да, которое предполагалось как третья волна, могло бы быть и второй волной, на самом деле, до тех пор, пока не пробилось основание первой волны. Но в пятницу она, как видим, пробила, эта цена 4.396 и пошла к нашему цели. Да, то есть движение подтвердилось. Мы видим, что в тот момент, когда я выступал, в прошлый четверг, цена находилась на уровне 1.45. Те, кто вошел в продажу со стопом 100-150 пунктов, взяли сейчас цель прибыли 300 и, соответственно, вот сегодня уже видим график космоса, цель 450 пунктов. Соответственно, волновой анализ себя оправдывает и мы видим, что действительно можно брать хорошую прибыль даже торгой в средний срок по данной стратегии. Давайте посмотрим на другую валютную пару специально для вас, по канадцу. Вот это движение наверх на дневном графике с конца апреля по практически середину мая. Я определил за первую волну, потом шел откат, вторая волна. Сейчас мы подробно это рассмотрим. Вот первая, вторая. В данный момент я предположил, что канадец будет расти и позавчера мы видим, что, смотрите, сделка на покупку, объем 0.5, символ доллар в канаде, 14 июня. Позавчера 17.25. Давайте более подробно рассмотрим этот момент. Вот здесь. Почему именно я вошел в этом месте? Потому что, посмотрев на часовой график, и здесь я определил для себя уже подволны, на которые буду опираться. Во-первых, на четырехчасовом графике я вижу здесь, что коснулся уровень 38.2, тех, кто Сибоначчи, которые мы чертил на дневном графике. Посмотрел, что индикатор АОСАМ, осциллятор, показывает у нас изменение цвета. И также образовались подволны на часовых графиках. Вот мы видим первая, вторая и, соответственно, вот у нас пошла третья волна. Вот подтверждением для меня явилось пробитие уровня 50, соответственно, это означает, что движение цены подтвердилось и пойдет выше. Вот в этой точке я вошел в покупку, по стопам, ну, стопам я предполагаю ставить за, через уровень, как я и говорил, вот здесь 120 пунктов. В данный момент цена уже прошла, как мы видим, практически 200, 180 пунктов, 180-200 пунктов. Это видно как раз в этой сделке. Объем 0,5, либо, соответственно, вот у нас около 700 долларов. Также сегодня по валютной паре евро-доллар, вот, обратите внимание, также я рассмотрел, что вот это движение взял за первую волну на дневном графике. Как помните, я говорил, что нужно рассматривать постарше таймфреймов. Взял это движение за первую волну, натянул сетку Тибоначчи, посмотрел, то, что цена шла, и на уровне 50 здесь началась консолидация. Кто-то, может быть, встал в продажу скоростным стопом, их выбило. А я именно рекомендую вставать в продажу через уровень со стопом. Соответственно, вот здесь вот стоп был бы у нас 150 пунктов, можно было бы и сюда. То есть варьировать данную ситуацию можно по-разному. Вот, но сегодня именно опирался я больше на тот момент, что вчера у нас была новость. Вот, новость не пробила уровень, цена не пробила уровень после новости 61,8, отскочила. Сегодня днем она, получается, попыталась расти, но также отвез к этому уровню. Соответственно, вот это движение я взял за первую волну. Ввиду того, что я ищу начало третьей волны, здесь я не входил, потому что мне где-то непонятная ситуация была, да? Вот, либо я, либо это мое такое видение было. Также дождался, получается, именно отката. Откат, то есть вторая волна составили именно 100% практически вот первой волны. И в сделку я вошел уже, соответственно, по классике волнового анализа после пробития основания. Ну, чуть-чуть заранее вошел, конечно, после пробития основания первой волны. Вот, и обратите внимание, это две сделки объемом 0,5 лотарь, то есть в общем лот. И, соответственно, у нас уже за сегодня прибыль на этом счете порядка более 100%. Вот. Как видите, действительно, что графики у нас по волновому анализу, которые мы строим, которые мы находим в движении, работают, и какие есть ли у вас сейчас на данный момент вопросы, потому что дальше мы уже пройдем, будем немного другое рассматривать. У кого-нибудь есть какие-либо вопросы? Так, если вопросов нет, переходим дальше. Вспомним именно про торговлю по волновому анализу внутри дня. Как помните, я рассказывал про то, что нужно находить определенный коридор. Сейчас мы рассмотрим. Коридор, который составляет взяткий флэс. С 9 утра начинается лондонская сессия с 9 до 10. И говорил то, что движение, нам нужно в первую очередь найти первую волну. Если здесь мы посмотрим, то кто мог бы ориентироваться следующим образом, что могла бы быть эта первая волна. Соответственно, мы натягиваем сетку. Видим, что здесь она отбилась. Но у нас, даже если мы здесь вошли бы в позицию, я не стал заходить. Просто вытекопробежимся сейчас. Здесь мы видим то, что вторая волна. Если бы мы определили это движение вниз, нисходящее за начало третьей волны, мы бы здесь стали в продажу со стопом 25-50 пунктов. Но как помните, я говорил, что в данной ситуации при торговле внутри дня нам следует опираться на дополнительные индикаторы. Это МАГДИ, это АО, АОСАНФИЛЯТР. И мы здесь видим, что МАГДИ у нас показывал рост. Соответственно, далее АО индикатор показал уже изменение цвета. То, что в данной точке он прошел через ноль. И, соответственно, мы можем делать вывод, если кто-то вставал без продажу, то мы неправильно определили волну. Соответственно, мы взяли бы, поймали бы стоп. Вот. На самом деле, вот она первая волна у нас была. Сейчас мы рассмотрим. То есть в этом нет ничего такого, когда вы неправильно определили волну. Вот. Обратите внимание, даже если вы здесь встали в продажу, у вас бы выдало по 100-25 пунктов. Но также надо рассматривать альтернативные варианты в другую сторону. То есть мы сетки бы натянули вниз туда и натянули бы наверх. Соответственно, здесь мы видим, то, что у нас цена остановилась на уровне точно прям 50. Уровень 50 по Fibonacci. Не менялся цвет. Вот видите, эта свеча. Она вот именно такая показывает, что появился покупатель. Вот. Здесь мы встаем в покупку. Стоп у нас через уровень до уровня 50. 33 пункта. Цель у нас 131 и 161. Ну и 200. Соответственно. Вот. Видим, что у нас цена, здесь мы бы взяли 50 пунктов, здесь мы взяли уже 80 пунктов. Соответственно, даже если мы взяли 50 пунктов, а до этого у нас стоп был 25, в итоге выходит, что все равно этот день мы в плюсе. Идем дальше. Это был комедельник. Здесь у нас уже. Вторник. Такая ситуация. Видим то, что когда есть такой момент, что азиатский Fibon действительно составляет большой, слишком коридор. Вот здесь мы видим, что порядка более стопунков. В данной ситуации вообще рекомендую не рассматривать, либо ходить очень осторожно. То есть здесь мы можем предположить, что движение с открытия мы берем до первую волну до смены цвета на индикаторе АО. Здесь мы видим, что идет консолидация, толком ничего не происходит. И вот когда уже пошел откат с пробитием максимума, здесь мы можем уже натягивать сил. В данной ситуации мы видим, что цена уперлась в уровень 61,8. Попыталась пройти, но основание первой волны не пробилось. Соответственно, опять вернулась к 61,8 по Fibonacci. Здесь мы можем повторно зайти, попробовать вход по стопам 40 пунктов. Цель у нас, соответственно, ниже, но к тому мы замечаем, да, то, что, в принципе, 50 пунктов прошли, опять откат, опять туда же. Ну, здесь уже конец паркового дня, и, в принципе, можно закрыть. Закрыть и взять 30-40 пунктов. Видим, да, то, что в любом случае мы находим какой-то вариант для одной сделки прибыли. И если рассматривать несколько валютных пар, то в итоге, допустим, даже 3 валютные пары, мы все равно сможем в процентах 80-90 выйти, закрыть торговый день с плюсом. Смотрим, 9-10. Здесь мы также видим, что пробился, было пробитие азиатского флета наверх по кубку. Тогда уже индикатор на 15-минутном графике сменил свое движение в другую сторону, то есть пошел откат, соответственно. Далее мы что делаем? Натягиваем, определяем первую волну предположительную, натягиваем в сетку. Вот, пожалуйста. Опять мы видим, что отбивается от уровня 50, не доходит до основания первой, до вершины первой волны. Прошло движение обратно. Здесь есть возможность, то есть мы видим, что индикатор поменял цвет, как ты могли. Расходящая средняя вышла за показатели объемов. Далее здесь мы заходим в покупку, стоп через уровень, стоп 30 пунктов. Вот. Если на рынке более-менее какой-то флэк происходит, то есть нет движения, более-менее четкого, то можно брать уже именно цель свою на уровне 100 на вершине первой волны. Как и на предыдущем дне у нас походит, что в среду. Вот мы взяли пунктов 3. Мы доходим до сегодняшнего дня. Сегодня уже более-менее четкая картина. Нарисовал нам рынок. Вот, смотрите. Значит, также с открытия дня было пробитие вниз. Пошел откат. Это мы видим по индикатору ООН в данной ситуации. Соответственно, далее, что мы делаем? Натягиваем также сетку. Все вообще очень просто. Я вам объясняю упрощенный волновой анализ. Вот. Обратите внимание, что здесь на новостях было движение. Так понимаю, что сбывались периодически короткие стопы. Даже если бы мы здесь, когда пошел откат, поставили отложник, на продажу вот в этом месте, со стопом 30 пунктов. Почему? Потому что уровень 23,6, как я говорил, самый удобный и выгодный вход для покупки либо продажи. Просто удобный вход. Почему? Потому что стоп-лосс у нас наименьшее получается, а цели у нас соответственно в области. и в данной ситуации мы видим, что у нас была возможность, если мы дошли по уровню 23,6 со стопом 30 пунктов, взять для начала, если мы берем первую, тогда уж цель, что периодически первая волна, до основания первой волны не пробивается, и вершина. Соответственно, у нас первая цель, мы бы взяли 68 пунктов, вторая цель 97 пунктов, третья 120 пунктов. Ну, конечно, и 200, уровень 200 по Fibonacci 160 пунктов. Как видим, сегодня был бы очень хороший вход, даже если бы мы вошли на уровень 38,2 Fibonacci, где уже более-менее успокоился вот этот новостной фон, где изменение пошло цены, изменение цвета на индикаторах мы заметили, да, красный получился. Мы бы здесь зашли на уровень даже ниже 50, со стопом через, со стопом через уровень, выходит, что у нас стоп-лост был бы порядка 25-30 пунктов, и мы бы спокойно могли взять 60 пунктов и 90. Соответственно, у нас отношение стоп-лостов к этой квартире выходит 1 к 2, 1 к 3. Так, у вас появились вопросы. Мария не по теме. Мария, давайте не по теме в следующий раз вопросы рассмотрим. Хорошо? Где лучше входить в сделку? На уровне 50, на уровне 38,2 или 23,6? Отличный вопрос, Александр. Очень мне приятно, что вы его задали. Здесь можно по-разному рассмотреть данную ситуацию. Давайте рассмотрим на сегодняшнем дне, где лучше заходить. Все зависит от того, какой уровень риска вы закладываете в сделку изначально, да? То есть, если вы определили первую волну, здесь можно поступить следующим образом. И, как я знаю, достаточно многие трейдеры таким образом поступают. Они определяют для начала, можно в данной ситуации вообще разбить ваш риск на 3 входа. Соответственно, можно поставить отложник на продажу на уровне 50. давайте рассмотрим сразу, да? На уровне 50 со стопом за основанием первой волны. То есть, здесь у нас стоп получился 50 пунктов. Также поставить лимитник на продажу на уровне 38. Здесь будет 40 пунктов стоп. И поставить лимитник на продажу на уровне 23.6 стоп 25. То есть, у нас получилось 40, 50, 25. В общем, 115 пунктов. Мы закладываем стоп-лосс. И цель тогда в таких ситуациях лучше брать уже 161. Вот. Если, допустим, у вас депозит 10 тысяч долларов, да, и вы закладываете 1% в риск, может, давайте рассмотрим 2% в риск, соответственно, если у нас 100 пунктов стоп-лосс в общем по 3 входам получается, соответственно, мы его развиваем на 200, 200 долларов у нас нужно уложить 100 пунктов. ваши 3 входа будут по 0,2. Здесь у нас будет продажа по 0,2 со стопом 50, стоп получается у нас 100 долларов получится, а прибыль будет 200 долларов, 1 к 2. Далее, здесь у нас откроется продажа со стопом на 40 пунктов, стоп будет 80 долларов, цель 100, будет 100, но чуть побольше 200, 220, 230, и здесь у нас будет точка входа, стоп у нас будет 50 долларов, а тейк у нас 250, 260 долларов, соответственно, заложив в риски 200 долларов, вы получаете прибыль в 3 раза больше. Ответил на ваш вопрос, Александр? Записи вебинаров можно будет посмотреть, в ближайшее время они будут загружены, вы увидите. Если открывать сделку на уровне 50 и ставить стоп через уровень, а это уровень 23,6, то как тогда. Да все в принципе так же, все просто, если ставить через уровень, просто в таких ситуациях, когда ставите через уровень, легче рассматривать уже торговлю на нескольких полетных парах, а не на одной. Вот, чтобы компенсировать, допустим, если ваш вход будет на уровне 50, через уровень, здесь получается у нас 30, как тогда это заходить? Ну, тоже зависит изначально, когда вы вообще торгуете, да, вы изучаете майн-менеджмент в первую очередь и основываетесь именно на том, отталкиваетесь в первую очередь от риска, когда видите какой-то вход. Понимаете, прекрасно, что можно и завысить риски до, там, 5-7 процентов на сделку, но это очень дискованно, да, в данной ситуации вы можете получить, соответственно, эту очень хорошую прибыль. Вот, к примеру, даже мы рассмотрим, если, да, продолжу отвечать на вопрос, 50, вот, на уровне 50 мы вошли, допустим, вот здесь мы зашли на уровне 50, и до уровня 26 у нас стоял стоп, но его выбило. Дальше, что нужно делать, просто переждать какой-то момент, посмотреть, что же все-таки дальше нам покажет цена, какой она нарисует график, вот, и впоследствии ориентируясь уже на более меньшие таймфреймы, давайте посмотрим, чтобы было как-то более понятно, да, вот, смотрим, здесь у нас, вот, на уровне 50 мы бы зашли, да, допустим, вот, после этого, после этой новости видим, что она, движение цены пошло вниз, здесь мы бы зашли, поставили стоп 30 пунктов, ровно нам этот стоп бы выбило, далее, как поступаем, мы просто смотрим по индикаторам, на изменение движения цены в обратную сторону, то есть, здесь у нас выбило, дальше дождались этого момента, видим, что индикатор ОО показывает движение вниз, также индикатор МАГДИ немного позже уже подтверждает это движение, вот в этой области, просто здесь нужно зайти уже повторно, вот и все, Александр, понятно, логика и мысль. Скажите, пожалуйста, хотелось бы узнать, кто-нибудь вообще после предыдущих вебинаров использовал данный возможный вариант торговли для себя в первую очередь, понятно, что вы больше опираетесь на торговые стратегии, которые уже у вас и которые уже дали вам какой-то результат, периодически дают, да, тяжело в таких ситуациях рассматривать сразу на реальном счете торговать по каким-то новым стратегиям, потому что непонятно, к сожалению, пропустили. Ну, Александр, внимательно надо было слушать, я думаю, в записи вы повторно уже услышите что-то может быть. Первый раз, Александр, Александр Смольник. Угу. Хорошо. Давайте так следующим образом поступим. Было бы намного наверное интереснее если вы будете задавать какие-то вопросы, да, так же как этот вопрос, который Александр Борисовский задавал, я думаю будет интереснее, потому что если есть какие-то вопросы, мы найдем на них сейчас с вами ответ. Торгую в DAX внутри дня. Отлично. DAX это очень хороший инструмент, опираясь только на него, торгуют только на DAX можно делать очень хорошую прибыль. Вот он DAX. Давайте Александр посмотрим в данной ситуации. Очень легко в принципе по моему мнению находить точки входа, когда первая вторая волна равна движению первой. То есть если у нас это первая волна, это вторая. Наверное задумайте, не зря вот эти тени появляются, потому что многие встают именно и ставят стоп-лоссы буквально за этой точкой, где была она изначально на начале первой волны. Соответственно всегда помните, что нужно ставить запасом с учетом спреда и шума. Вот можно здесь посмотреть ситуацию сегодняшнюю. Обратите внимание, первая волна, вторая волна. Здесь сейчас мы добавим наши индикаторы. также график АО показывает, что здесь есть небольшая дивергенция. В принципе здесь цены на одних уровнях, дивергенции как таково нет, но я ее называю дивергенцией наполовину. Вот можно посмотреть здесь так же получается. То есть можно было спокойно вот здесь зайти в покупку. Вот если посмотрим на пятиминутку. также по подволнам на пятиминутке мы видим следующую картину, что у нас мы предполагаем, что сейчас пойдет начало третьей волны. Мы нашли первую волну на пятиминутке. И вот так. Вторая волна, которая также равна движению, стопроцентному движению первой волны. И вот на этой свече после закрытия этой свечи можно вставать в покупку. Здесь уже индикатор нам подтвердил. И мы увидим по свечам, что движение скорее всего пойдет вверх. конечно же да, здесь у нас есть такой еще момент, что вот у нас здесь будет сопротивление. Можно зайти немного заранее, можно подождать было еще 10-15 минут войти допустим здесь уже если уж по классике технического анализа по стопам видите у нас стоп получился по 539 пунктов цель у нас 1200 до уровня 131 как я напоминаю всегда говорю ближайшая цель 131 даже если у вас до цели 161 не доходит допустим пару какое-то маленькое расстояние то желательно лучше закрыть если рассматривать именно вариант что у нас может быть вот это движение за первую волну как вариант соответственно мы видим оттягивая сетку мы видим что было пробитие значит это предположение оно уже неправильное вот по дакции так мы можем с вами любой вообще инструмент посмотреть параметры аой и макбил скажете да скажу можно использовать различные параметры в основном я использую стандартные нет прям нет каких-то четких изменений какой-то конкретики относительно параметров просто эти индикаторы помогают вам видеть более конкретный рынок в той или иной ситуации почему именно два индикатора использую потому что ау-индикатор он периодически дает ложные сигналы и здесь мне помогает макбил определиться где именно настоящая реальная точка входа как определить что вторая волна закончилась и не будет более глубокого движения да очень просто как определить что вторая волна закончилась смотрим также на этом да если у вас есть желание вы мне можете сказать любой инструмент мы можем рассмотреть на том инструменте может быть на котором вы торгуете или продавали сегодня еще раз говорю наша первая и главная задача найти первую волну как определить что вторая волна закончилась вот я предположил что это первая волна пошел откат в виде второй волны вот он пошел откат определяю его как во-первых он не должен пробить начало первой волны ни в коем случае если он его пробивает и закрепляется ниже значит разметка неправильная значит у нас неправильно было предположение изначально но ввиду того что нам в первую очередь нужно найти начало третьей волны соответственно мы на второй волне где-то входов не делаем а уже ищем ее окончание если в данной ситуации мы нашли первую волну натянули сетку и предполагаем что цена пойдет вверх вот смотрите индикатор ООН дает ложный сигнал вот здесь можно было рассмотреть как покупка но в таких ситуациях если вы пользуетесь только ООН индикатором то стоп-лосс надо ставить короткий потому что если окажется что это движение не вторая волна да а возможно там третья либо первая то по классике волнового анализа вам нужно будет ставить стоп-лосс за основание первой волны а это обратите внимание 838 пунктов вы просто потеряете эти 838 пунктов без каких-либо оснований и поэтому здесь я использую два индикатора ООН и МАГДИ вот обратите внимание еще один вход вот стоп-61 пунктов еще один вход был и в итоге на четвертый раз только пацана пошла туда куда нам нужно но если использовать такой момент что вы будете свои риски распределять как уже задавал вопрос Александр какого же уровня лучше заходить 50 36 38 23 иногда можно от уровня 61 зайти в основном на самых волатильных пар вот тут главное просто быть готовым к возможному моменту такому что вы неправильно определили цену и чтобы данные потери были комфортны для вас да кто-то я знаю что использует достаточно большие риски торгуемого новом анализе но в основном риски оправдываются тут главный уже психологический момент если вы неправильно нашли точку входа то желательно уже до следующего дня подождать и искать много первого да именно двойное дно Александр правильно рассуждаете поэтому здесь очень легко в принципе относительно любого анализа что-то определять почему потому что двойное дно двойная вершина это и есть первая, вторая, третья начало третьей волны да вот видим здесь двойное дно а если разбирать как подволны то у нас была первая волна вторая и вот пошла третья здесь в этой ситуации можно было бы поступить следующим образом если вы опираетесь на классический технический анализ то здесь просто ставите отложник на покупку байстоп со стопом вот 50 500 пожалуйста поставили первая цель у нас вершина первой волны вторая цель 131 уровень по фибоначчи третья цель 161 да двойная волна двойная вершина двойное дно абсолютно верно вы заметили это намного легче так определять просто когда у вас уже в комплексе есть знания по техническому по классическому техническому анализу по волновому анализу да даже когда мы рисуем какие-то определенные каналы можно легко выявить такие моменты интересные вот давайте рассмотрим допустим давайте возьмем не дак не света возьмем такой промежуток чуть-чуть похоже на истории рассмотрим да вот что по классическому техническому анализу обычно нас учат да найти канал чтобы найти канал нужно во-первых два если он не исходящий то два максимума и между ними минимум вот как здесь видим точки да чертный канал равно удаленный обязательно минимум должен быть между этими вершинами тогда канал будет правильным а в действительности если посмотреть на ситуацию с точки зрения волнового анализа то мы увидим следующую картину да первая волна вторая вот по классике волнового анализа вот в этой точке мы ставим лимитник на продажу по стопам вот в этом месте натягиваем сетку пожалуйста вот у нас в данной ситуации мы видите что делаем мы ищем после второй вершины уже этого канала да благодаря которым мы его и построили мы здесь ищем точку входа мы ищем начало третьей волны вот пожалуйста наша цель 100 вот если по классике 50 пунктов 100 первая цель 50 пунктов вторая цель 70 третья 100 ну и уровень 200 бульонах он часто бывает доходит если мы здесь зашли то уровень 200 у нас по 20 пунктов вот вам пожалуйста сделку вошли три дня подержали 120 пунктов забрали латон 1200 начало сегодняшнего дня маленький хвостик вниз его не считать по волновому анализу это под акцию вы имеете ввиду Александр? хорошо сейчас посмотрим вы именно имеете ввиду вот эту ситуацию когда она зашла до до начала первой волны да? ну в первую очередь как вы все наверное знаете что нужно опираться на закрытие свечей а тени да она рисует и в основном я так полагаю и вообще так считаю что не дря маркетмейкер вот этот вот этот тень пустил для чего ну для тех кто не оставляет определенный там зазор в размере 5-10 пунктов может быть и более для чего потому что большинство новичков они ставят стопы вот прям буквально там плюс 1 пункт и поэтому в данной ситуации была тень она ее пробила кого-то выбило тот кто у кого нервы есть по нервы более стальные да кто-то заложил в риски нормальную сумму и комфортную сумму в первую очередь для себя тот того по стопу не выбил самое открытие сегодня а что именно на открытии понять не могу Александр что какой момент какой хвостик а ребят давайте еще раз смотрим какой-нибудь инструмент валютную пару еще раз вам объясню эти три простых шага и надо построить первую волну тянуть сетку нашими уровнями 131 161 и добавочные уровни другие вот и и синдикации мы рассмотрим я думаю будет просто первые 20 минут ну вот первые 20 минут что здесь я просто понять не могу вот нам нужно Александр понимаете дождаться какого-то определенного движения дождаться определенного движения и ждать уже его отката то есть если бы движение пошло вниз соответственно мы бы уже по-другому рассматривали данную ситуацию немного не понимаю что именно здесь в течение этих 20 минут правоволновой анализ должно было быть либо вы имеете ввиду что в предыдущих примерах я показывал именно где первую волну я брал от начала дня поэтому в любом случае всегда не надо сразу на открытие рынка входить в какую-то позицию надо подождать переждать многие трейдеры даже ставят тебе определенные программы рисковики для чего для того чтобы они закладывают определенные параметры даже в такой момент есть что после открытия бондонской сессии им этот рисковик не дает войти в позицию в течение часа потому что есть желание быстро войти в позицию но в итоге получается что в течение первого часа как раз таки и происходит вложенное движение желательно лучше подождать не ход в позицию это тоже позиция иена Валерий Иванович все понял Александр очень хорошо что вы все поняли доллар иена имеется в виду да Валерий Иванович или фунт иена давайте рассмотрим какой-нибудь инструмент с иеной так пожалуй доллар и иена значит хорошо вообще сам доллар иена не рассматривают для себя но в данной ситуации по вашей просьбе давайте посмотрим в первую очередь всегда нужно какой-то анализ сделать от более старших таймфреймов и в данной ситуации мы видим что у нас восходящий тренд здесь когда идет пробитие как я уже показывал на прошлых примерах очень интересно определять такие моменты после пробития именно поддержки трендового либо сопротивления уже можно явно сказать что вы может быть находитесь в третьей волне если уже брать по недельному графику который здесь у нас выше то изначально можно было бы взять вот это движение за первую волну когда-то у нас здесь находилось сейчас секунда вот мы его взяли за первую волну потом пошел откат не буду сейчас рассматривать на поле младших таймфреймов все понятно чтобы график был более четким да вот вторая волна ну будем рассматривать такой момент что по классике еще раз напоминаю волнового анализа у нас здесь должен быть отложник на продажу вот мы натянули сетку давайте поближе тогда посмотрим краску снашли вот обратите внимание на дневную графику смотрим вот нашли первую волну на дневных таймфреймах более такая скажем среднесрочная торговля вот обратите внимание также добавляем индикаторы вот обратите внимание параметры стандартные абсолютно 12,26,9 вот на движение пошло первая волна пошел откат вот пошел откат обратите внимание вот пошел откат обратите внимание значит вот у нас индикатор ауди издает сигнал на продажу цена находится между уровнями 38 и 23 вот здесь можно рассмотреть уже вход так как график дневной здесь соответственно уже и стоп стопы у нас витейки будут намного больше чем при внутридней торговли вот если мы здесь берем вход опираясь на наш предположительный анализ что мы нашли сначала третьей волны то есть окончание второй волны изначально было вот так вот мы здесь ставим продажу стоп у нас 250 пунктов по 4 знаку цель у нас вот 131 500 пунктов 161 650 пунктов видим что на самом деле интересно так получается что цена вот прям касается уровня 161 заходит за него касается поддержки нашей трендовой и отбивается да в такой ситуации как я делаю к примеру вот здесь так у нас сложилась ситуация у нас произошло отбитие пошел откат вот в данной ситуации уже пошел откат что в таком случае я делаю очень все просто я делаю я теперь беру за первую волну вот это движение сетку следующим образом вот смотрите дальше как оно все интересно и красиво нам нарисовало да на дневном графике рассматриваем просто на мелких таймфреймов в таймфреймах м15 м5 очень много нас было смотреть в ней для того чтобы было более понятнее и интереснее вот обратите внимание у нас индикатор магдит пошел наверх показывает движение цены наверх ооо показывает некоторые 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 моменты ложные сигналы мы пропускаем потому что опираемся на магдит в первую очередь индикатор ооо нам показывает более более скажем так заранее определяет что возможно ли да но нам нужно понимать что где то это может быть ложным движением но мы здесь видим что движение цена один раз не пробила уровень 23.6 второй раз не пробила третий раз не пробило. В данный момент уже индикатор МАГДИ и индикатор АО показывают уже движение цены. Конечно же, подтверждение этого движения будет после пересечения нулевой точки, вот в данном моменте, на уровне 50. Мы, как опытные трейдеры, можем ждать этой точки входа, можем пожадничать, зайти пораньше, вот в этом моменте можем зайти. Смотрите, сколько у нас? 36, а, 360 пунктов, вот и пошло движение. Смотрите, вот 900, 900 пунктов мы взяли практически через, так у нас здесь было 12 декабря, два месяца, 900 пунктов. Соответственно, в месяц взяли 500 пунктов, одной сделкой. Если у вас еще тип счета Директ Слог 3, соответственно, вы еще достаточно хорошо заработали, потому что при использовании данного типа счета у вас не берется слов, не вычитается. Вот и смотрите, даже здесь очень хорошо видно, что вот она пробилась трендовая, потом, как обычно, откат после нее идет, да? А по размеру длины данного движения у нас как раз таки получается первая волна до сих пор. Вот, смотрите, вот она. Вот она первая волна. Именно здесь нам помогает трендовая линия, которая у нас была на рост. Мы видим, что цена отбилась. День у нас отбился. Здесь можно встать на продажу. На уровне, опять видите, опять уровень 50, кстати, фигурирует. Стали со стопом 30 пунктов. И, пожалуйста, берем свои цели, да? Раз, 700 пунктов. Два, 1000 пунктов. Ну и цель 200 даже, вот обратите внимание, вот прям касается она ее, идет потом уже откат. Я считаю, что волновой анализ это вообще замечательный инструмент. Вот, смотрите, 1500 пунктов. Одним лотом 15000 долларов. Давайте посмотрим, Новозеландец, доллар H4 таймфрейм. Хорошо. Давайте новозеландец посмотрим. Новозеландец. Так, новозеландец. Да, 올�зыландец. просто я новозеландский рассматривал поэтому он у меня не открыт сейчас найдем мы его новозеландец доллар хорошо открываем h4 смотрите да что по новозеландцу что по новозеландцу ввиду того что я те валютные инструменты которые периодически не рассматриваю я сначала начинаю смотреть именно со старших таймфреймов здесь мы видим то есть что я лично здесь вид да то есть я вижу здесь первая волна вот вторая здесь я вам предположу что там уровень 61 отбилось даже посмотрим ну почти да как я говорил не обязательно цена может доходить до уровня 50 чтобы пошло пошло начало для эти волны это может быть и 76 и 61 то есть все эти уровни но нам лучше использовать уровне 50 38 23 потому что данной ситуации соотношение стоп-лосок и профита будет оптимальным и интересным для нас вот даже если мы видим здесь да что новозеландии пока рассмотрим понедельный видим что по индикатору ао у нас здесь произошло подтверждение продажи некоторые трейдеры как еще поступают остаются продажа допустим со стопом выше локального максимума вот и на пробитие основа вершины первой волны ставят еще отложность на продажу как бы дополнительно да и вот этот вот промежуток они считают в принципе девяносто девяти процентным вариантом для получения прибыли но здесь топ лосс по классике должен быть большой но все варьируют для себя по разному да только кто за уровень кто за максимум минимум всех по разным ситуациям да и мы видим что во первых про тот по ту цель на уровне 131 про которую говорил что именно на нее надо ориентироваться в первую очередь и основные и основной свой доход ориентировать на уровне 131 понятное дело что нам хочется тем больше в итоге рекомендую основную сделку то есть 70 процентов от входа закрывать на уровне 131 вот мы видим что на недельном графике как бы пока идет та ситуация что данное движение бы оправдалось данный вход по что относительно четвертой волны да то есть мы сейчас я предполагаю что есть какой момент вижу что во первых помните да что четвертая волна кто присутствовал возможно на первом вебинаре я рассказывал четвертая волна она не может заходить за основание первых и в данной ситуации видно что четко отбилась от этого уровня сейчас пойдет возможно пятая волна но это надо смотреть дальше что на лице нам цена давайте перейдем на графику то есть я для себя предположил уже что на недельном тайм-фрейме цена находится в четвертой волне предположительно да если посмотреть допустим на дневной сейчас на дневном увижу такую картину вот я бы увидел первую волну вторую и сейчас третью вот третья волна против тренда она усеченная укорочена то есть она в основном цель 131 забивает и потом разворачивается сейчас мы посмотрим с вами дневной график вот у нас дневной фрейм сетку уберем отсюда также накладываем сетку на первую волну вот как я и говорил в принципе да то есть я уже давно использовал волновой анализ и даже без сетки уже могу предупреждать сказать как я вам только что сказал буквально минут назад цена задела уровень 131 то есть первая третья волна начало третьей волны она укороченная видим на то что здесь открылся дэпом ровно на этом уровне можно против тренда торговать по волновому анализу но лучше вот именно входы тогда брать на уровне 23 и 38 то есть данный данный волновой анализ мы рассматриваем как упрощенный волновой анализ то есть мы мы бы здесь пошли на уровень 38 и 2 покупку со стопом 200 пунктов и цель у нас пожалуйста 600 пунктов переходим на 4 часовой таймфрейм то есть я предполагаю да на недельном таймфрейме это четвертая волна идет возможно сейчас пойдет пятая уже по тренду смотрю дневной таймфрейм 1 2 3 а коррекционные волны они в основном состоят из 3-х волновых то есть у нас бывает напомним 1 3-х волновые формации и 5 волновые вот а коррекционные то есть это 2 4 волны они в основном состоят из троих волновых то есть данную ситуацию я бы рассматривал как начало 5 волны на дневном графике перехожу на 4 часовой вот здесь мы видим такую ситуацию так как у нас данная вершина данная цель отбилась от основания от вершины первой волны, а четвертая волна она не может заходить за получается за первую волну, тогда у нас график был бы неправильный соответственно я беру это движение за первую волну вот пожалуй сетку натягиваем это у нас откат, вторая волна опять таки вы видите то что цена отбилась от уровня 38,2 и это кстати у нас идет подтверждение разворотная свеча кто пользуется свечным анализом вот стоп лосс у нас 80 пунктов, тут мы встаем в продажу и цель у нас пожалуйста, первая цель 170 пунктов вот такое мое видение по новозеландски да, конечно оно будет подтверждено это движение когда уже цена пройдет ниже 69,60 закрепит вот в этом коридоре уже который составляет 50 пунктов уже можно начинать фиксировать прибыль а можно наоборот добавляться то есть у кого какие пожелания еще есть какие-либо вопросы, друзья интересно вам вообще рассматривать волновой анализ для своей торговой по евро-доллару да, у нас евро-доллар самая любимая валютная пара конечно евро-доллар сейчас рассмотрим вот если уже брать сначала да, как мы смотрели, допустим, новозеландца сейчас посмотрим что у нас получается тут не будем уж совсем историю рассматривать конечно же при любом анализе также стоит операция и на фундаментальный анализ да, помните, что вот эти вот движения все это у нас отталкивается от Америки все движения от Европы, да, соотношение двух экономик по евро-доллару возьмем значит дневного таймфрейма кстати, очень многие трейдеры вот в этой ситуации даже вчера стояли, ожидали покупки потому что, по сути, это тренд восходящий на дневном графике, да, и все ждали покупки но, как бы тут ситуация повернулась другим образом и все мы прекрасно понимаем, что рынок, он всегда идет против толпы а почему так говорю? потому что нахожусь в некоторых чатах где трейдеры обсуждают какие-то свои торговые решения выкладывают свои торговые мнения вот, и у них была такая коллективная мысль, что надо входить на покупку соответственно, я сразу делаю выводы, что нет, ребята вы неправильно рассуждаете кстати, вы помните, да, то, что здесь была началась первая волна, когда мы начали вебинар вот, изначально я уже рассматриваю, как ее первую волну вниз я считаю, как многие аналитики, что евро возможно исчерпал свое движение, да но все равно я опираюсь всегда на волновой анализ несмотря на то, что какие там выходят экономические показатели какая там ситуация вообще и чем средство массовой информации какую вам, какие новости они вам выкладывают, да чтобы вы делали какой-то анализ, опираясь на них я, можно так сказать, вообще не смотрю эти новости я просто смотрю во сколько они выходят чтобы знать, когда будут какие-то движения новости, это активатор движений и не факт, конечно же, вы прекрасно понимаете что не всегда, даже если новость вышла позитивная для Америки, да, что она пойдет именно там за доллар либо наоборот вот, ситуация, значит, такая у нас по евро-доллару вот, я нашел первую волну то есть изначально я взял ее, почему за первую волну? потому что потому что, смотрите то есть здесь у нас вот, обратите внимание, да то есть сильное сопротивление вот здесь сильные уровни сильные очень большие мне так я так вижу стоят большое количество сделок на продаже там стоит вот я посмотрел также запомнил для себя такой момент интересный из наблюдения из опыта что вообще рассматривают еще не только такой момент, что когда чертят именно поддержку снизу, да но рассматривают еще верхнюю часть этого вам никто нигде не расскажет никаких учебников нет вот смотрите, допустим, мы нашли канал вот у нас нижняя точка потом мы образовываем то есть минимум потом образовался максимум потом уже изначально, понятное дело, что у нас он был построен таким образом, да еще в декабре 2015 года но мы рассматриваем сейчас ситуацию поэтому видим, что у нас была одна вершина потом вторая вершина и запомните для себя всегда будет третья вершина даже либо четвертая если была третья вершина вот и потом было движение к четвертой вершине но пошел откат все, это разворот это я вам могу точно сказать в том плане, что ну процентов 80-90 что это разворот и евро я вижу вниз поэтому и поэтому в данной ситуации я вижу раз касание два касания три касания все, четвертое касание ну сами посудите там уже должна быть цена 1.18 1.19 да, соответственно ну в данной ситуации когда Джанин Терлин говорит что в ближайшее время там возможно в августе а возможно осенью будет принимать процентную ставку вообще бессмысленно рассматривать евро туда в данной ситуации вот и поэтому да я взял эту за первую волну что дальше я взял за первую волну натянул сверху вот обратите внимание что в данной ситуации на четырехчасовом графике также да добавляем наши индикаторы параметры стандартные вот всегда рассматриваю ситуацию в первую очередь в первую очередь в классике волнового анализа она говорит о чем она говорит что 3 волна идет только тогда идет подтверждение что это действительно третья волна когда идет основание пробитие то есть пробитие вершины первой волны основание у нас здесь вершина здесь первой волны соответственно в данный момент можно предполагать что у нас идет начало третьей волны пошло вот в этом месте причем почему я так всегда рассуждаю еще для меня вообще показательным уровнем является уровень 50 да, но может зайти еще выше там бы я еще добавился в продажу, да, к примеру но в данной ситуации я рассматриваю это именно движение до первая цель вы также можете это все дома начистить на компьютерах все очень легко и просто первая цель 1.31 значит 1.09.35 вторая цель 1.07.77 1.07.87 вот это на дневном графике то есть я вижу, да, то что дневной график более как среднесрочной торговли показывает мне подтверждение индикаторов здесь показал уже после пробития уровня 61.8 где стоп-лосс можно было поставить 150 пунктов цель брать, значит, уровень 1.09.30 видим, что у нас там будет 350 пунктов прибыли, когда он до туда дойдет вторая цель 500 пунктов я думаю, что цель 1.09.36 она уже в этом месяце будет достигнута я никогда не смотрю какие-либо прогнозы очень важных и авторитетных аналитиков я всегда сам за себе для своей торговли делаю анализ и вам от того же советую вот, то есть в данной ситуации мы предполагаем что у нас пошла от начала третьей волны пошла, вот вторая волна да, соответственно, да, вот как бы как и на фунте прошлой неделе, вот обратите внимание этот график самого первого вебинара я нарисовал вот, здесь было такое предположение, что у нас, я предположил, что идет начало третьей волны вниз но такой вариант возможен, что в этом месяце оно пойдет наверх потому что мы не знаем точно подтверждение оно будет именно после пробития минимума либо максимума первой волны то есть и вот здесь было подтверждение пожалуйста, вот я рисовал вот как этот график как помните неделю назад и еще две недели назад вот в этом, в этом области вот, также такая ситуация такую же ситуацию я рассматривал из евро вот, то есть здесь у нас идет начало третьей волны пошло, я так предполагаю ну и вообще, по сути, по-моему, фундаментальные факторы на это все указывают но, конечно же, я могу ошибаться вот, и в данной ситуации может быть какая ситуация, что вместо второй волны может оказаться первая волна да, вот это идет сейчас вторая волна, откат кто-то, может быть, встает в покупку будет вставать здесь в покупке с небольшим стопом там, 50-60 пунктов но я сомневаюсь что кто-то будет вставать кто пользуется волновым анализом может быть, кто-то будет вот, смотрите да, то есть у нас сейчас цена 23,6 когда график, наш индикатор индикатор AO, индикатор MACD для начала, да, для собственного понимания мы можем перейти на более-менший таймфрейм допустим, если рассматриваем на четырехчасовом графике давайте рассмотрим на часовом, да здесь мы видим, что когда индикатор AO загорит зеленым светом а у кого терпения маловато, они будут еще на меньшие вот, обратите внимание, таймфрейм, да то есть зеленый свет загорелся здесь будут вставать в покупке сейчас по евро-доллару будут вставать потому что толпа пошла сейчас вниз а против толпы будут сейчас покупать вот 60 пунктов у нас будет стоп-лосс но цели можно рассмотреть в первую очередь хотя бы до 50, да вот хотя бы до этих моментов, где я вот открыл я не закрываю эти сделки, потому что это демо-счеты, в принципе, они были изначально показательны для вас что вот если я принял такое решение войти именно по волновому анализу вот первая, вторая волна вторая волна не пробила третью, первую волну основание, в основании пошло движение вниз и по классике волнового анализа я зашел на пробитие вершины первой волны и вот, пожалуйста, вот движение, вы прекрасно его видите то есть я захожу здесь специально для вас, чтобы показать на вебинаре, что волновой анализ действительно работает и его можно и нужно использовать на реальных счетах вот так что продолжим наш разговор вот евро-доллар, да тот, кто считает, что возможно что возможно вот это движение наверх оно будет первой волной, да и значит предполагать будет, что это движение вторая волна кто-нибудь сейчас заходить в покупки вот с этими целями цель у нас будет 1.15 1.15, по-моему, сейчас посмотрим 1.15, 10 но видите, какой момент действительно так оно и может быть почему? потому что если мы взяли она может быть, это может быть вторая волна такая, да то есть если мы берем первую волну вот эту то есть это движение вниз за первую волну то, как вы понимаете, что не обязательно цена должна сразу пойти вниз, да она может и дойти до сюда и будет являться также второй волной просто это будет под волной уже на более нижнем, более меньшем таймфрейме если данную ситуацию мы рассматриваем на дневном графике то на четырехчасовом графике можно спокойно рассмотреть такой вариант, что здесь возможно будет покупка цель у него будет изначально может быть так же до этого уровня дойдет, да 1.14.15 может быть еще выше кто стоит в продажах здесь стопы у них стоят в этом промежутке в этом диапазоне оно их выбьет, даже может быть еще выше пойдет и соответственно потом пойдет вниз вот такой вот вариант, вот такой волновой анализ интересный, да всегда есть два варианта и мы можем рассматривать входы против тренда и мы будем правы рассматривая их вот и поэтому самый главный момент что это такое то есть money management правильно управление капиталом рассматривать их всегда именно комфортную сумму для открытых позиций своих никогда лишний раз сделку не открывайте не вход в позицию это тоже позиция запомните это это правило для себя и конечно же лучшие входы это от уровня 23 30 36 и 50 самое лучшее с целью 100 131 и 161 ну что друзья скажите пожалуйста интересно было вам сегодня послушать про волновой анализ интересно было посмотреть разбор некоторых валютных пар которые мы по вашему желанию рассматривали и вообще как я уверен что вы будете использовать данный анализ упрощенный волновой анализ на самом деле мы рассматриваем с вами упрощенный волновой анализ не волновой анализ по Эллиуту либо по Ган да потому что там очень сложный и даже иногда тем кто торгует уже более 5 более 6 лет тяжело ориентироваться по нему потому что там они всегда рассматривают два варианта события мы рассматриваем уже все-таки вариант в первую очередь какой это то есть на старшем таймфрейме такое движение потом уже на под раскладываем на подволны допустим на H4 рассматриваем раскладываем на подволны на H1 и уже входы можем делать по N15 на 3 дня то есть можем делать если допустим смотрите сейчас покажу еще раз самому интересно стало вам рассказывать если у нас на дневном графике вот смотрите мы нашли первую волну первая волна вторая волна пошла вторая волна мы это видим прекрасно да на второй волне мы можем заходить в принципе по тренду да тренд восходящий дневной идет мы можем заходить в покупки но здесь как бы подтверждение нам еще идет вот она это трендовая поддержка вот но так как мы разобрали там еще относительно фундаментального анализа относительно там вообще ситуации в Америке и в Европе мы рассмотрели все-таки что в общей сложности евро должно пойти вниз да вот мы взяли это за первую волну находясь во второй волне сейчас мы ее посмотрим да мы понимаем логически что мы находимся во второй волне значит нам нужно искать входы на покупку да и вот вы видите в данной ситуации пошел откат если вот хорошо давайте более подробно чтобы было до конца понятно главное понимать на старшем таймфрейме в какой волне вы находитесь да если сейчас идет вторая волна значит мы ищем входы вверх после отката входим запомните входы после только после отката да то есть мы нашли допустим вот движение раз откат ибо начали натянули вот пожалуйста да мелко видно понимаю немножко наверное не очень удобно ну вот мы здесь заходим вот наша цель 131 обратите внимание прям четко она ее касается вот 50 пунктов четко касается пошел откат взяли 131 против тренда берем 131 цель хорошо пошел откат значит у нас первая волна теперь берем вот как я вам показывал большее движение берем за первую волну далее смотрим да откат пошел смотрите уровень 23,6 четко вот прям ниже не пошло да соответственно видим индикатор ао показывает зеленое входим стоп 30 пунктов 30 пунктов 30 пунктов взяли 76 1,2 соотношение супер молодцы дальше вот взяли еще большее движение за первую волну вот первая волна ждем откат смотрим индикатор аоо зеленый загорелся да на уровне 38,2 и обратите внимание уровни фибоначчи они всегда четко работают четко работает и кто торгует просто по уровням то эти уровни фибоначчи они всегда совпадают с этими сильными уровнями всегда совпадают вот смотрите вот вход да пошло движение наверх по индикатору ао по зеленому но было был откат и кто встал в эту покупку их выбило но по правильному было это встать со стопом 50 пунктов и вот пожалуйста вот на этом движении мы берем 100 пунктов но это мы понимаем да прекрасно что это такое было на эту новость далее посмотрели ага все вторая волна в принципе смотрим значит на более старший таймфрейм возвращаемся смотрим значит что у нас здесь получается взяли три входа мы взяли значит по до уровня 131 вот а на старший таймфрейм мы знаем что идет вторая волна и мы ждем все-таки движение вниз да вот мы здесь видим 38,1 отбился так так же здесь вот дивергент и наш 4 да что это такое вы можете любом источнике почитать расхождение вот пожалуйста здесь индикатор аона показывают то есть ослабление сигнала здесь у нас максимум выше чем максимум на индикаторах аон так же и на макзи я уверен сейчас посмотрим вот смотрите да здесь у нас дивергенция соответственно я понимаю так что те кто торгуют по свечному анализу и price action вот здесь они понимают что вот появился у нас появился продавец здесь он подтвердился здесь мы рассматриваем продажу значит соответственно у нас пошла в приоритете возможно возможно причем да всегда это помните держите в голове что это только возможно пошла третья волна вот сейчас мы ищем точки на продажу да вот давайте переместимся уже ситуацию сегодняшним нескольким идущим дням вот смотрите здесь мы допустим здесь у нас произошло подтверждение здесь мы не торговали но вот такой момент вот первая волна пошла пошел откат пожалуйста сетку натягиваем сейчас поменяем цвет чтобы было более точно видно вот смотрите да первая волна откат как раз уровень 161 по индикаторам по ООО видно что изменился изменился цвет также здесь скользящие свети на МАКДИ показывают что она вышла уже за пределы пожалуйста вот здесь входим в продажу стоп у нас вот через уровень 50 пунктов и как мы видим наша цель 131 достигнута то есть стоп у нас 50 пунктов цель у нас 100 пунктов отличное соотношение 1-2 то есть в данной ситуации если 50% ваших сделок будут в минус 50% ваших сделок будут в плюс если мы разберем такой момент что вы заходили к примеру со стопом 50 долларов 250 потеряли 5 сделок из 10 в минус и 5 сделок из 10 в плюс 250 потеряли 500 заработали то есть в любом случае вы 250 долларов в плюс ну что всем большое спасибо я надеюсь что все понятно книгу какую-нибудь порекомендовать ждем записи ваших вебинаров много-много кто для себя спасибо я очень рад что я поделился с вами той информацией ценной причем которую сам использую надеюсь вы ее будете использовать правильно в правильном русле откроете счета хорошие счета реальные счета в нашей компании и будете зарабатывать себе зарабатывать и радоваться жизни вот записи вебинаров обязательно будут это будет освещено в ближайшее время так что друзья до связи всем профитов и всего вам хорошего отличного настроения всего хорошего до свидания